Националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, найден мёртвым в Челябинском СИЗО со следами удушения. По предварительным данным, он покончил с собой, умер от потери крови, а рядом с ним нашли бритвенные лезвия. В общем, не очень понятно, под чего всё-таки. Об этом пишет коммерсант. А вот телеграм-канал Мэш всё-таки утверждает, что повешенным нашли. Загадочная история. Кроме того, в камере была найдена предсмертная записка. Вот вы её видите на своих экранах. В ней Марцинкевич просит прощения у администрации СИЗО, цитата, за доставленное неудобство. И просит передать своей гражданской жене ежедневник и книгу «Протекционизм и коммунизм». Адвокаты и родственники Марцинкевича уже заявили, что не верят в версию самоубийства. Алексей Михальчик, адвокат Тесака, сказал, что его подзащитного пытали и заставляли признаться в убийствах. Брат Марцинкевича Максим Шульц сказал, что тот всегда говорил, если найдут меня мёртвым, не верьте. Марцинкевич, основатель интернационалистического движения «Рекрут». В 2017 году находясь в заключении, он получил очередной срок за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. Тесак отбывал 10-летний срок в Карелии. А коммерсант указывает, что его отправили по этапу в Москву через Красноярск, Новосибирск и Челябинск. Телеграм-канал «База» утверждает, что Тесака собирались допрашивать по делу о преступлениях, совершённых ещё в конце 90-х. С нами на связи по скайпу Никита Сологуп, журналист издания «Медиазона». Никита, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, а вот вы верите в самоубийство Тесака? Всячески нагоняют его родственники, адвокаты, такой как бы атмосферой непонимания и загадочности, связанной с его смертью. Что такому с ним случиться не могло? Ну, честно говоря, с учётом этой записки, в которой он просит прощения у администрации изоляторы, это выглядит странно, особенно учитывая, что это произошло в Челябинской области, где традиционно самые жёсткие места лишения свободы. И, не знаю, в принципе, произойти-то могло что угодно, но вот как-то, мне кажется, не очень правдоподобна эта версия самоубийства пока что. Может быть, да, как-то следствие, ну, может быть, прояснить в дальнейшем, будут какие-то экспертизы или что-то ещё, пока выглядит странно, конечно. Расскажите нам немножко про эволюцию Тисака как личности. Почему он стал такой медийной звездой? Его знают действительно очень многие. Ну, мне кажется, он всегда был таким каким-то стрикстерским немного подходом. Он же ещё до какой-то интернет-популярности снимал эти видео под брендом «Формат-18», которые, ну, тогда осмотрело какое-то большое количество человек. И это, ну, не знаю, ещё до появления слова «мем», это было мемом, правда, очень таким человеком-ненавистническим. Вот. И он всегда, ну, стремился к какой-то медийности, видимо. И я думаю, это была, ну, одна из главных задач в его жизни, чтобы он получал ещё какие-то финансовые возможности не за счёт там обычной какой-то работы, а вот за счёт там, как он, когда было это движение «Окупай педофиля» и проводил там семинары, на которые действительно люди в интернете слушали его какие-то рассказы за пять тысяч рублей за один сеанс. Вот. Ну, да, я думаю, он всегда стремился к этому. А пишите его как личность. Ну, кроме того, что он был жесток, националист, такой по-своему радикализирован, а вот каким ещё он был? Да, но дело в том, что я не познакомился. В чём интересность вообще СССР как личности? Вот сегодня, вы знаете, все сегодня СМИ пишут отдельно его смерть и вспоминают его, не каждый потенциальный или настоящий убийца, сидящий в заключении, достаивает с такого внимания. Ну, я думаю, дело вот как раз, опять же, в его стремлении попасть всегда в медиаполе. То есть он участвовал абсолютно во всём, начиная от дебатов Навального, которые были там в конце 2000-х, до Координационного совета оппозиции и Болотной площади. И всегда он пытался быть как бы на виду. Я думаю, поэтому его и запомнили, и поэтому сейчас такой интерес к его смерти. То есть он и в заключении, находясь, продолжал вести какие-то записи ВКонтакте, периодически появлялись о его дальнейших перемещениях. Правда, за этим всё меньше и меньше людей уже следили, но он не исчезал даже, несмотря на то, что он находится в этих местах уже сколько? Больше пяти лет, получается. Он никогда не пропадал из медийного поля. Можно ли сказать, что он был интеллектуалом, магнетической личностью по-своему? Я бы так не сказал. Может быть, для тех людей, которые разделяют его убеждения, он и был каким-то примером для подражания. Но, конечно, сложно так говорить о нём. Многие его узнали, люди из тех, кто не интересуется темой, узнали его из фильма «Дау», где он снимался. И вообще это было одной из главных претензий к Илье Хржановскому, что он использовал такую фигуру, как Сисак, как актёра, как главный герой одной из серий. Знаете ли вы что-то? Гордился ли он этим опытом, например? И вообще, как вот этот опыт на нём сказался? Ну, я повторюсь ещё раз. Я не был знаком с Сисаком лично. И почему он снялся в этом фильме, мне самому было бы интересно узнать. Но можно только предполагать, что в очередной раз он хотел быть как бы в центре внимания. Поскольку фильм довольно обсуждаемый, конечно, он на это согласился. Не могу не спросить вас о таком трагическом герое сегодняшнего дня. Это Максим Марцинкевич, который якобы покончил с собой то ли перерезал вены, то ли повесился у себя в камере. Что вы знаете вообще об этом деле, которое последнее дело с ним связанное? Как он содержался? Был ли он в депрессии, например, как сейчас многие говорят? Максим Марцинкевича много раз навещали, когда он был здесь, в московских СИЗО. И он, конечно, человек сам по себе оптимистичный. Представить, что он мог бы совершить суицид, это просто нереально. Когда его перевели, это было удивительно. Перевели в дальние колонии. Неудивительно, почему? Потому что срок у него истекал уже в этом году. И, тем не менее, вместо того, чтобы оставить где-то в ближайшем регионе, или даже в московском СИЗО, его отправили по так называемым пыточным колониям. Это вот Красноярская колония и так далее. Мы просто так их называем в кавычках, поскольку очень много жалоб на пытки приходят именно оттуда. И он сам стал подозревать, что что-то будет, в общем, с ним происходить. А затем он оттуда писал письма, мне писал как члену СПЧ, обращение в котором указывал, что если был бы перерасчет день за полтора, который в его случае полагался, то его давно уже должны отпустить. Он просил отправить запросы во ФСИН, отправить на экспертизу вот этот перезачет срока, потому что полагал, что он должен быть уже на воле. Это было недавно, вот в этом году. Я отправила запросы, к сожалению, в ФСИН не ответил. Получается непонятно, почему они ему не переразачили по новому закону день за полтора, почему его не выпустили на воле. Ну а потом уже появилась информация, он сам уже об этом сказал, что написал эти явки с повинной. По его словам, его возят из больнички, вот как он тогда говорил, что его возят из больнички в больничку, что он выразился нецензурно, что его состояние вообще просто не поддается ощущениям. Потом он сказал, что вы скоро обо мне узнаете такое, что вы даже не представляете. И на вопрос, повторюсь, о том, почему это мы узнаем, он сказал, что меня возят из больнички в больничку. Соответственно, то ли он намекал на то, что его бьют, пытают, то ли еще что-то. Потом он говорил, что приезжали люди из Москвы, оперативники, я так понимаю, из спецслужб. Вот. И уже незадолго до этого он, знаете, какое обращение сделал? Он говорил, что ему никто не поможет. И говорил, что и Ева мне тоже не поможет уже. Мы догадали, что имелось в виду. Это он передал через адвокат. Адвокат мне звонил и говорил, что Ева Михайловна, что-то с ним происходит. Как ему помочь, мы не знаем. Потом адвокаты сказали, что он такую информацию передал, что его должны в ближайшее время этапировать в Москву. И уже в Москве, там менее опасно, он все расскажет, что с ним произошло. Но до Москвы он не доехал. Вот теперь, исходя из всего того, что я знаю, исходя из того, какие письма у меня есть на руках, какие есть видео, где он вот это обращение делал, как он говорил про то, про свое психологическое состояние, какой мы можем сделать вывод. К сожалению, я делаю вывод очень печальный. Я полагаю, что будет расследование по факту его смерти. Мы очень хотим обратиться, вот сейчас, может быть, через вас, на главе ВСИН, мы хотим обратиться к нашему следственному комитету. Пусть разберутся в этой истории. Почему? Кто там приезжал к нему? Что с ним делали такое? Что было в этих явках с повинных? После чего он писал такие обращения? И почему, самое главное, его не выпустили? Не перезачли ему день за полтора? Не выпустили еще этой весной? Скажите, а мы можем от вас получить эти видео и показать их? Видео есть у меня короткое одно, где он говорит, что там, что с ним происходит, про свое психологическое состояние, что оно, вот выразился он матом. Я пришлю вам обращение ко мне, как члену СПЧ, который я пересылала по поводу перезачета день за полтора. Но остальное он передавал в устном виде через адвокатов. И есть еще письма, есть еще письма последние, которые тоже ужасные, потому что там видно настроение. Он мне до этого писал, но они были оптимистичны. Были такие, знаете, наоборот, он за других заключенных просил, рассказывал, что там где-то с кем-то что-то произошло. Но в них не проскальзывала ни нота смерти, ничего. Но, в общем, я полагаю, что мы с вами, коллеги, должны как-то максимально отнестись внимательно к этой истории, потому что если вдруг самые плохие подозрения подтвердятся, если мы ничего не предпримем, это может быть начало. Начало самого худшего того, что может происходить. Субтитры сделал DimaTorzok